Продолжение темы. О республиканском референдуме о внесении изменений и дополнений в Конституцию свое мнение высказали представители экспертного сообщества Павлодара. Предстоящий референдум позволит каждому гражданину напрямую принять участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана, подчеркнул в своем видеообращении глава государства. Он заявил, что принятие предлагаемых поправок будет равносейно переходу ко второй республике. Президент инициирует Конституционную реформу, которая не расширяет, а наоборот перераспределяет часть его полномочий и другие института власти. Таким образом, предстоящий референдум по Конституционной реформе создает правовую основу второй республики, новую, более эффективную, сбалансированную модель взаимоотношений государства и общества нашего Казахстана. Важным вопросом на референдуме будет введение мажоритарно-пропорциональной системы при выборах в МАЖЛИС и МАСЛИХАТ и всех уровней. Что позволит полно отразить респекты, члены мнения, взгляды, распрощения избирателей. В настоящее время граждане не могут напрямую обращаться в Конституционный совет, если они считают какой-либо нормативный правовой акт неконституционным. Все может измениться к сведениям Конституционного суда, считает кандидат политических наук Татьяна Воронова. У граждан появится возможность напрямую обращаться в Конституционный суд, если они будут считать, что какие-то нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права и являются неконституционными. У граждан будет больше возможностей, будет возрастать доверие к правовой системе в целом и именно к судебной системе в частности. Республиканский референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан пройдет 5 июня. Мурат Ибалмажит, Алексей Мехедов, Ертас Акпарат.